Утром деньги, вечером еда, вечером деньги, утром еда. По такой схеме детские оздоровительные лагеря работали до этого года. Грядущим летом все изменится. Новая модельная программа оздоровления детей предусматривает финансирование уже после того, как дети отдохнут. Готовы ли к этому лагеря, выясняла Юлиана Третьяк. Там хорошо, где нас нет, уверены чиновники. Вопрос о переходе на оплату детского отдыха с помощью сертификатов обсуждался около года. Чиновники решили взять пример с Перми. Главное новшество заключается в том, что теперь финансирование будет поступать после того, как отдохнул ребенок. Сотрудники отработали поток в лагере, они имеют право на зарплату. Каким образом лагерь может выплатить зарплату сотрудникам, если по новым правилам в течение 60 дней лагерь только получает деньги? Каким образом будет организовано питание в лагере, если у лагеря нет денег для организации питания? Поедут ли работать в лагере на 24 часа в сутки работники, если они заранее знают, что зарплату получат в энное время? Министерство соцразвития уверено, вопрос денег – не проблема. Новая система должна подстегнуть лагеря быть более конкурентноспособными. Теперь родители сами выбирают место, где будет отдыхать их ребенок. Если в течение трех дней лагеря ему не понравится, можно будет приехать в другой. Эти три дня отдыха лагерь будет оплачивать из своего кармана. Да и с предпринимателем и за поставленные продукты, и за другие услуги государства будет расплачиваться потом. Берут на месяц, там больше не понадобятся кредиты, либо у них уже имеются по другим заездам. Ведь не только, допустим, детей оздоравливают в санатории. Санаторий оздоравливают еще и взрослых. Поэтому я думаю, что каждое учреждение найдет выход из этой ситуации. Это не такая проблема, о которой сейчас надо говорить. Говорить о вопросе финансирования и кредитов директоры детских оздоровительных лагерей отказались под страхом быть уволенными. В частной беседе муниципалы говорили, что взять кредит возможности нет. Частники кредитоваться готовы, но и они уверены, детскому отдыху придется тяжело. Каким-то образом заключать договора, договариваться с теми людьми, которые нам доверяют, которые нам будут продукты питания предоставлять, как бы сказать, в кредит. Будем вынуждены брать часть средств в кредит для того, чтобы выжить. Ну а куда деваться? Работать надо. У нас работа такая. Есть у лагерей и другой способ заработать деньги. Попроще. Оздоравливать не детей, а взрослых. Не исчезнут ли в таком случае детские лагеря совсем? На этот вопрос никто отвечать не готов. Что в итоге получится от новой системы и будет ли достигнута благая цель улучшить и расширить детский отдых, узнаем после летних каникул. Юлиана Трязя, Гмитрий Григорьев, Ориент ТВ.